Виталий Каратыш Корреспонденты нашей Нивы сустрели Виталя у день до мобилизации и распытались, как пройшла служба. Побачим. Кажуть, войско меняет людей. Мы подекавилися Виталия Каратыша, чему его научила войсковая служба. Побачим. Побачим. Тяжко сказать. Армия научила быть больше вытреманным, часом смелым. Научила не скараться с житевым тяжкостями. Армия – достаточно нормальная школа для тех, кто собирается связывать свое будущее с принятием решений. Потому что она позволяет найти больше важное и от власти больше другостное. Самое важное так же, что научить работать в громадстве сиротровных. Потому что ты трапляешь в ситуацию, когда нет никаких статусов, нет никаких жизненных уровней. И тебе потребуется завоевать свою авторитет сиротровных, сибровых товарищей. Часом наводь сирот людей, с якими реальным жизненным становящим, реальным жизненным. Не то, что я не сябровал бы, а просто выходил бы боком, где не будь на другом боку улицы. Але все ж таки армия дозволяет, да и махчимость, научиться завоевать свою авторитет в таком громадстве. Политпризывник Франок Вечерка 23 липеня отрымал дисциплинарное спагнанье за то, что уживал команду «Зважай» замес «Смирна». А цемил Виталь проблемы с причиной невыконанья русскомовных загадов. Просто я, в сенсии, я этим не занимался. Я нормально разумею российскую мову. Для меня было непринципово разумевлять и подавать так самым командой, и их выконовать по-россейскому. Виталь Карадыш рассказал про то, как ставились до белорусской мовы участцы солдаты и офицеры. Али Виталь спробовал затекавить людей и створить станучий имидж белорусской мовы в своей частце. Я просто бывал популяризовать белорусскую мову просто властным прикладом, просто про разумовы, про стекавые слова, про стлумощение их сенсов. А приклад? Ну, просто началось из-за того, что заважили, что коли мне приезжают сябры, то мы разумовляем по-белорусску. И начали затекавиться, а я тумачу, что есть еще в Беларуси белорусы, что у нас есть своя мова. Ну, и после этого часто там запытываются, кто по-белорусску будет так сказать. Говорят, ну, зараз что-то ничего не пригадаю. Ну, коли у нас были еще концерты мостовской самодейности, а треба сказать, что тут довольно нормально, нас где-то поставлена праца, у нас кожное свято проводит какие-нибудь мероприемства, то выступают в основном солдаты. И они сами выполняют некие творы. Так вот я, коли выступал, я за все доспевал белорусские песни. Просто я словы, там, что-то из Мельникова спевал. И от ночи, коли оттермалась заминка за парадурой, и оказалось и так, что просто не включилась фонограмма, и одна девчинка там, школьница, не смогла спеть, я взял гитару и допомог просто ее и проспевал белорусскую песню. Всем сподобалось, и хоть она была незапланованная, вот. Виталь Каратыш взмог откинуть крыуды на тое, что его призвали у войска с политичных причин. И он не только не сопротивлялся войсковым парадкам, а и выкрыстал в этот год для створения становчивого образа белорусской мовы, белорусской оппозиции. С початку у войска он рассказывал со служивцам, что оппозиция не такая, как по БТ показывают, а теперь делится опытом, что войска – это не только тое самое дренное, что в покусках пишут. Сказать, что у нас кепская армия – не совсем правильно, потому что у нас кепская система материального обеспечения армии, может, кепская система финансования. Причина, что не то, что гроша мало, а просто система непродуманная. Мне так подается. Мне тяжко работать в основе, я даже на бюджет не ведаю. А для людей нормально? А для людей – да. Я бы хотел просто сказать, что из-за столицы сейчас оправданные офицеры, и просто очень рады, что мне довелось служить разом с профессиональными войсковцами. Хотя не все, конечно, но есть офицеры, которые готовы выполнять боевые задачи и повесить за собой людей. Служба у белорусским войску для Виталя Каратыша скончилась. Напереди его чекают новые политические падеи и навучение у магистратуры. А пока что, он развитывается с офицерами, полковниками и солдатами, которые за прошлый год поспели стать для его сябрами. Виталя, ожидаю тебя заставаться на завсёду таким лепшим сябром, и какие-то для меня зараз, как все твои мары сбылись, как не забыл нас, товарищу своих воинских. Телефонуй, поспробуем увидеть с тобой на связи, встретиться, чтобы всё было доброе у тебя. Спасибо за оставаться. Спасибо.